Нередко бывает, что на личный прием к главе района заявители приходят целыми группами. Так, в Гребневском поселении несколько вопросов от жителей деревни Камшиловка. Просят заасфальтировать дорогу в деревню Ей, деревне, в следующем году исполняется 250 лет. Вместе с начальником районного управления дорог решение находят на месте войти в госпрограмму. Дорога 1,3 километра осталась, тип покрытия грунт. На данный этап 400 погонных метров мы сделали, за два года заасфальтировали. Следующим этапом отсыпка, включение в программу ремонта, отсыпка щебням и уже потом через год... Отсыпка щебням в этом году или в следующем? В следующем. Давай, дорогу к 250-летию мы должны сделать. Максим, повод хороший. А вот газифицировать Камшиловку, о чем также просят жители, так оперативно не получится. Ждем указа президента, который должен ускорить этот процесс по всей стране, отвечает Алексей Валов. В ответ на просьбу почистить пруд, поскольку он на землях Гослесфонда, администрация района обратится в областной комитет лесного хозяйства. Бывает и так, обратилась руководитель управляющей компании. Подрядчик по областной программе капитального ремонта МКД не выполнил обязательства на двух домах. Область прислала другого, объяснил Алексей Валов. Рубеж на себя берет все эти обязательства, и в этом году должен, в 2017 году, план выполнить работу. Срок до 15-го выйти на объект. Если 15-го не выйдут, звоните сразу. Да, да, хорошо. Есть на личном приеме вопросы, решить которые можно только через суд. Район может помочь юридической поддержкой. По другим вопросам глава переносит прием в Щелково с приглашением районных специалистов. По третьим ответы даются на месте. В любом случае, это вопросы, которые не находятся в компетенции поселения, и помощь района очень нужна. Такие приемы, они проходят у нас не так часто, но обычно вопросы, поднимаемые на этих приемах, держатся на контроле и выполняются. Да, постепенно. Есть вопросы, которые очень долгие и требуют длительного решения, но есть, которые быстро решаются. И, конечно, в данном случае хочу сказать огромное спасибо Алексею Васильевичу. Алексей Валов по итогам приема отметил, что с глобальными проблемами жители гребневского поселения больше не обращаются. Они в основном решены, и люди видят перемены. Дорогу дайте, постройте. Ну, построим, конечно, построим. Часть построили, остальное построим. Газифицировать будем, газифицировать потихонечку. Все же в глобале это меняется, но надо еще и локальные проблемы тоже решать. Поэтому будем решать. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, телерадиокомпания Щелково.